МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня герои программы «Большая стройка» будут приобретать себе комфортное и уютное жилье в новостройках Гомеля по 240 указу. Кроме того, мы познакомим вас с актуальными предложениями по приобретению коммерческой недвижимости в областном центре, а также в Гомельском районе. Гомельское областное управление капитального строительства на рынке строительных услуг, услуг заказчика и инженера работает уже более 50 лет. На данный момент в активе областного УКСа возведение и реконструкция физкультурно-оздоровительных центров, объектов агропромышленного комплекса в районах Гомельщины, а также строительство жилья. В числе последних значимых и реализованных проектов для региона – реконструкция детской областной больницы в Гомеле. За истекший год мы ввели в эксплуатацию очень знаковый, очень важный для социальной сферы Гомельской области объект – это реконструкция детской областной больницы по улице Жарковского. То есть Гомельская область была единственной областью республики, которая не имела современной больницы детской. Сегодня этот объект есть. Объект введен в эксплуатацию с высочайшим качеством, получил очень высокие оценки. Также мы в рекордно короткие сроки, как заказчик, или очень важно для города Ветки, Ветковского района, для социальной сферы объект – это плавательный бассейн в городе Ветки, который сейчас пользуется большой популярностью, большим спросом. В планах областного управления капитального строительства – возведение новостроек в Гомеле, реконструкция социальных объектов в регионе. В части текущих планов на сегодняшний день и на ближайшую перспективу – это строительство очень двух серьезных объектов агропромышленного комплекса. Это молочно-товарные фермы в Чечерском и Брагинском районах. Это реконструкция Хойнинской центральной районной больницы. А для граждан, застройщиков, желающих улучшить свои жилищные условия, мы вот сейчас недавно опубликовали декларацию по жилому дому по Реческому шоссе в районе дома 142. Мы планируем также жилой дом на улице Федюнинского, мы планируем жилой дом в 104-м микрорайоне. То есть планы большие, планы хорошие. Мы с уверенностью смотрим в будущее и всегда рады к сотрудничеству и общению. Объекты, возводимые областным уксом, отличают высокое качество и надежность. Здесь трудится штат высококвалифицированных специалистов. К нам по ключу, в общем-то, любые задачи, и как заказчика, как застройщика, и как инженера, и как инженерной организации, и как технического надзора. Поэтому мы приглашаем, в общем-то, не только физические лица, но и юридические лица, в которых есть необходимость в осуществление технического надзора или каких-либо других нежелинных услуг, в общем-то, обращаться в нашу организацию. В числе новостроек, которые возводит на данный момент Гомельско-областное управление капитального строительства, многоэтажный жилой дом в Советском районе. Его строительство ведется в рамках уплотнения уже существующей застройки. Сейчас ведется строительство жилого дома по проспекту Речицком в районе 142-го дома. К долевому участию есть однокомнатная квартира площадью 43 квадратных метра. Цена квадратного метра составляет 1100 белорусских рублей. Для заключения договора долевого участия можете подъехать Белецкого, 7, сектор долевого строительства. Еще одно предложение на рынке недвижимости Гомеля. Жилье в 14-этажном доме по улице Павлова в Советском районе города. Здесь вы можете приобрести двухкомнатные квартиры общей площадью 62 и 63 квадратных метра. Цена одного квадратного метра 1199 рублей. В ближайшее время Гомельско-областное УКС приступит к возведению многоэтажки по улице Федюнинского. Жилье в данном доме предназначено для нуждающихся по 240-му указу. В декабре месяце планируется начать возведение многоэтажного жилого дома по улице Федюнинского. Это строительная позиция номер 8. Дом состоит из двух очередей. Первая и вторая. В первую очередь это 11-этажный двухподъездный жилой дом. Вторая – 11-этажный трехподъездный жилой дом. Если посмотреть по набору квартир, то представлены две очереди. Одна – двухтрехкомнатными квартирами. По площади однокомнатная начинается от 44 квадратов и пограничная, скажем так, площадь трехкомнатных – 96 квадратов. Поэтому подбирались данные квартиры с учетом того, что этот дом будет строиться согласно указу номер 240. Это для нуждающихся, поэтому доминирующее большинство этой квартиры двух- и трехкомнатные. С площадью, которая обеспечит необходимыми квадратами семьи многодетные. Это семьи, которые имеют и 4, и 5, и более детей. Поэтому здесь вот такой определен порядок распределения площадей. Я думаю, что данные наборы квартир обеспечат необходимость многодетных семей, которые будут кредитоваться согласно весь церковый указ. Поэтому всех нуждающихся, которые согласно указу получат направление из администрации, приглашаем в УКС для заключения договоров. Немаловажная, скажем так, для наших дольщиков информация – это ориентировочная стоимость квадратного метра. На сегодня у нас прогнозируется порядка 920-930 рублей за квадратный метр для нуждающихся. Если вам предстоит возводить жилье в новостройке в соответствии с 240-м указом, то программа «Большая стройка» сейчас расскажет, как это правильно сделать. Наши герои – семья Петровых, которые воспитывают четверых несовершеннолетних детей. И они будут строить жилье в Гомеле по 240-му указу. Первое, что им необходимо – это обратиться в администрацию по месту жительства. Здесь наши герои получили полную информацию о том, где и в каком доме они смогут построить свое жилье. В частности, Петровым предложили трехкомнатную квартиру общей площадью почти 90 квадратных метров в жилом доме по улице Федюнинского. Стоимость квадратного метра в ней составит 930 рублей. Специалисты также разъяснили Петровым, что в их ситуации им положена стопроцентная субсидия на погашение основного долга. А это значит, что наши герои платить за приобретение жилья не будут. Выяснив в местной администрации все нюансы, необходимые для строительства жилья по 240-му указу, Петровы отправились в строительную организацию – Гомельское областное УКС. Здесь они заключили договор на строительство жилья. При этом Петровы предоставили соответствующее направление от администрации центрального района города. В УКСе наши герои подписали договор на строительство квартиры. После этого с полным пакетом документов Петровы снова пошли в рай с полком, чтобы получить решение о начислении субсидий. Кроме того, наши герои уже подготовили пакет документов для получения банковского кредита. Вместе с решением исполкома и документами семья Петровых направилась в банк. Спустя несколько дней Петровы получили положительный ответ банка о выдаче кредита. И уже в скором времени они стали счастливыми обладателями нового и комфортного жилья в доме по улице Федюнинского. Для тех, кто мечтает жить в своем доме, большая стройка предлагает рассмотреть такой тип жилья, как таунхаусы. Он сочетает в себе удобство квартиры и коттеджа. Вот такой таунхаус на пять квартир возвело в поселке Юбилейный УКС Гомельского района. Общая площадь квартиры – 138 квадратных метров. Покупателям данного жилья предусмотрен бонус – бесплатная мансарда площадью 50 квадратных метров. Кроме того, первого покупателя квартиры в этом таунхаусе ожидает специальная цена – 890 рублей за один квадратный метр. При каждой квартире отдельный вход, три сотки земли будет. То есть здесь будет и парковка, и зона отдыха. Здесь развитая инстарктура будет, и спортивные площадки, зона отдыха большая со всеми игровыми площадками. И для детей, и для взрослых. Хоккейное и футбольное поле с искусственным покрытием. А с другой стороны Юбилейного поселка находится большой лес. И лес длится километров 8-10 до самой Кореневки и дальше. Есть грибные места, чистая зона отдыха. Кстати, рядом недалеко находится центр города Гомеля. Если так брать по расстоянию, 7,5 километров до центра. И ходит транспорт городской. В самом центре Новобелецы, вблизи улицы Ильича, в ближайшее время возведут трехсекционный многоэтажный жилой дом. Строительством объекта занимается УКС Гомельского района. На Новобелеце, на место бывшего госпиталя инвалидов войны, будет строиться дом, жилой дом КПД, на 209 квартир. На сегодняшнее время произведен снос бывшего госпиталя. Сделана проектная смертная документация. Будем строить жилой дом. Там находятся однокомнатные квартиры, двухкомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры. Надо отметить удобное и выгодное расположение будущего дома. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, развитая транспортная инфраструктура, есть учреждение образования, а также рынок, магазины, поликлиника и зона отдыха. Комфортные и уютные квартиры в 18-м микрорайоне города над Сожем предлагает Гомельский домостроительный комбинат. Гомельский домостроительный комбинат приглашает вас для участия в долевом строительстве на объекте КПД-4 в 18-м микрорайоне. Двухсекционный дом, 14-16-этажные секции. В наличии имеются одна, двух, трехкомнатные квартиры, соответствующие квадратур. От 33 квадратных метров до 89. Стоимость квадратного метра 1300 белорусских рублей. Мы будем рады видеть вас в числе покупателей Гомельского домостроительного комбината. Жилье вот в этом пятиэтажном доме, расположенном в поселке Еремино по улице Сурганово, 9-Б, предлагает строительная организация «СПстрой». Дом возведен с применением мелкоштучных материалов и имеет плоскую кровлю. Стены утеплены. В продаже имеются одна и двухкомнатные квартиры общей площадью от 46 до 52 квадратных метров соответственно. Они оборудованы регуляторами тепла, сантехникой, газовыми плитами. Цена одного квадратного метра – 898 рублей. В перспективе вблизи этого дома планируется строительство аналогичных пятиэтажек, а также домов коттеджного типа. Сегодня программа «Большая стройка» знакомила вас с актуальными предложениями на рынке недвижимости Гомеля и Гомельского района. Кроме того, наши герои поделились с вами своим опытом по приобретению жилья по 240 указу. До встречи на стройплощадках Гомеля!